Первый темп какой-то обескураживающий получился, честно говоря. Там три пенальти, такого никогда не было. Для вас как такое развитие событий? Всё для зрителей получился такой футбол. Я, если честно, повторы не видел. Но да, первый темп получился очень интересный. Я даже добавить ничего не могу, я такого не помню. Почему? А, в смысле, не помните такого, чтобы было три пенальти? Да, да, да. Понятно. А как это смотрелось, если я со скамейки? Ну, со скамейки, конечно... Там же наверняка планшет у тренеров был, наверняка вы смотрели. Ну, я не знаю, я не рядом с тренерами сижу. И, ну, конечно, пенальти в нашу сторону. Конечно, мы были недовольны. Но как оно на самом деле, я не знаю, я не видел эпизодов. Не пересмотрел. Вы удивлены, может быть, обсуждали это в команде, что говорил Егор? Ну, Егора все поздравили, он молодец. Вот, ну, обсуждали, не обсуждали. Я не обсуждал ни с кем это, честно. Даже бы и не слышал. Ну, да, конечно, какие-то обсуждения были, но конкретно не могу сказать. У вас было такое в карьере тогда-либо? Нет. Три пенальти? А, три пенальти за матч? Тут за тайм, а тут три пенальти за матч? Может, и было. Честно, сейчас уже не вспомню. Но на память так не приходит. Тренера удалили, вы поняли, за что? Я думаю, за чрезмерную эмоциональность. Тактично. Вы в прошлом матче забили, на мой взгляд, хорошо отыграли игру. С чем связываете? Может быть, вам тренер сказал, почему вы сейчас не вышли в основном составе. Со здоровьем все нормально, то есть нет противопоказаний? Да, со здоровьем все нормально, и я, честно, не знаю это решение тренера, но хочу сказать, что я честен перед собой, перед футболом, и, да, сколько бы мне не давалось времени на поле, я выйду и буду отрабатывать на все свои 100% возможностей. Сколько времени мне отведено на поле, ну, это прерогатива главного тренера. Каким вам показался «Спартак» на фоне торпеды? «Спартак» очень классная команда, она это демонстрирует уже на протяжении многих лет, но мы сегодня, я думаю, показали хороший футбол, и «Спартак» все равно, у нас, у «Спартака» не было легкой прогулки, да, с учетом того, что три пенальти еще было, и мы могли переломить ход встречи, но где-то не повезло. Пеп, вот на пресс-конференциях, очень длинные пресс-конференции, велеречив, очень мотивирующие, он напоминает, ну, не знаю, я немножко другого поколения, проповедника, который на российском телевидении в 90-х годах читали проповеди по утрам в выходные. Очень много, велеречиво, как вы понимаете, есть ли что-то, может быть, футбольное, когда он с вами говорит, или это больше психология? Там совокупность психологии, футбольная составляющая, вот, благо у нас есть переводчики, он доносит нам все идеи главного тренера, вот, ну, такой менталитет. Угу. Ну, можно сказать, что по сравнению с теми, кто работал раньше у вас, это немножко такой футбольный шок-контент? Ну, немножко немые компетенции, наверное, сравнивать главных тренеров, каждый по-своему индивидуален и силен в каких-то компонентах, поэтому все тренеры разные. Угу. Вы второй матч играете на домашний, при этом аудитория, ну, в большинстве своем поддерживает команду соперников. Очень много болельщиков. Сначала воронежских приехали, потом сейчас спартаковских. Что вы сказали торпедовским болельщикам? Почему они должны приходить и поддерживать торпеда сейчас? Вот, это очень важно. Ну, мы сейчас не в самой простой ситуации, их поддержка нам действительно очень важна. Угу. Вот, как бы, ответили на вопрос у меня последний, почему торпеда не вылетит? В чем ваш шанс? Потому что у нас все бьются до конца. Спасибо большое. У меня тоже один вопрос. Следующий матч с химками, такой знаковый, в том числе для вас. Вы тепло попрощались с командой. Что для вас значит эта игра? Ровным счетом это очередной соперник и наш конкурент, один из главных по таблице, поэтому я профессионал, я не буду выделять своего дела и если выйду на поле, то безусловно буду стараться на все сто, сто пятьдесят процентов. Конечно, будет приятно вернуться на арену химки, но этот матч ровным счетом, в принципе, как и все матчи с прямыми конкурентами. Я не буду выделять химки. Но это не главный матч за выживание? Я думаю, да. Главный? Да. Главный? То есть, фактически решающий? Да. Да. Спасибо. 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 Спасибо.